Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». По всей стране набирает обороты Всероссийской Олимпиады школьников. Каждый регион болеет за своих ребят, умников и умниц. Именно сейчас решается, кто будет представлять губернию. К тому же победители и призеры всероссийского уровня могут поступить без ступительных испытаний в любой университет России. Но на самом деле задачи, которые поставлены перед педагогами, не сводятся к поступлениям в вузы сильнейших. Она намного шире и глубже. Вот об этом мы будем говорить. А мой собеседник сегодня – это заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакульна. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Я вот вначале сказал, это на самом деле старейшая Олимпиада, потому что, насколько я знаю, и мы когда учились, она была и вообще, она корнями уходит, по-моему, еще до Великой Отечественной войны. Совершенно верно. Совершенно верно. Вообще, перечень Олимпиад, которые утверждены на этот учебный год Министерством просвещения Российской Федерации, достаточно обширный. Олимпиад, соревнований, конкурсов и так далее. Порядка двухсот, более даже двухсот. Но это классическая старейшая Олимпиада, и начало свое оно берет действительно в довоенные годы. Тогда Ленинградский государственный университет впервые придумал вот такое соревнование школьников по математике. И, собственно говоря, с тех пор вот Олимпиада развивалась. Только кроме математики добавилось такое количество предметов. 23 предмета, а я когда узнал, у нас наши умники и умницы сдавали, они, по-моему, французский. Да. А впереди их ждет не только там английский, но еще и испанский, даже китайский язык. И итальянский язык. И итальянский язык, да. Итальянский язык, да. Языки мы ими будем завершать. Классические европейские языки еще куда не шло, но когда здесь появляется еще и китайский, начинаешь задумываться, действительно, мы шагаем семимильными шагами вперед. Вот, смотрите, я сказал, что задача, максимум, которая перед вами поставлена, на самом деле, довольно-таки это государственная задача. Она не сводится к поступлению лучших ребят в вузы. Конечно, это имеет место быть. Но, на самом деле, самое главное, и, по-моему, вы как-то об этом говорили, и ваши коллеги тоже, это некая сито, через которое нужно просеять как можно больше ребят. Совершенно верно. Да? Чтобы выявить вот эти вот... Да. И дать им возможность попробовать себя вот в подобного рода соревновательных элементах. Дело в том, что мы поставили для себя такую достаточно амбициозную задачу. Мы и двигаемся, и выполняем ее. Мы хотим на следующий год, чтобы 80% школьников прошли через школьный этап Олимпиады. 80% школьников. Но мы должны при этом сказать, что если на всероссийском этапе участвуют 9, 10 и 11 классы, но могут перепрыгивать через класс, там, 8 и 7, то на школьном этапе могут участвовать любой ребенок с 4 по 11 класс. То есть как раз вот школьный этап дает возможности самым маленьким себя в предметах попробовать. Не во всех, конечно. В русском языке и в математике четвероклассники, и дальше предметы добавляются, но могут попробовать. И, собственно говоря, задача дать ребятам вот эту возможность ощутить себя на несколько другом уровне, потому что все-таки я участвую в Олимпиаде, в таком мероприятии, достаточно такой важный для них момент. И мы попросили уже в этом году, в этом году уже выросло число участников школьного и окружного этапа. Намного, совершенно верно. Мы попросили каждого отметить, каждого поблагодарить, и родителей, и детей, и учителей за то, что они приняли участие. И обязательно, обязательно в каждом классе разобрать задания, то есть посмотреть, чем они отличаются, какие еще знания, может быть, из других сфер, из других параллелей классов можно было попробовать. Кстати, хочу сказать, что вот все задания окружного этапа, который уже закончился перед региональным, на сайте Института повышения квалификации Самарского опубликованы видеоразборы каждого этапа, каждого предмета, каждого класса. Такой разбор полетов можно организовать. И каждый может открыть и посмотреть. А прошлогодние? Вот в прошлом году мы не делали такую историю, но в этом году запустили. Как только закончится региональный этап, мы выложим видеоразборы всех региональных заданий. И мне кажется, это возможность использовать не только ребенку, но и учителю, и родителю. Вместе посмотреть, искать общие какие-то дела, связанные с учебной деятельностью, а не только делать домашние задания. Если мы говорим, что на следующий год мы хотим замахнуться на 80%, это как раз очень удобно будет для всех тех ребят, просмотр материалов. Хотя, если мы сейчас говорим, в разы увеличилось, по-моему, около 4 тысяч, да, по-моему? На региональном этапе мы планируем свыше 4 тысяч ребят. А если говорить о 80%-х, это там сколько тогда? Ну, я не думаю, что на региональный этап в следующем году будет очень много, но на окружном может быть ребят больше. Вы знаете, меня что смущает? Извините, перебиваю, да, на самом деле. Мы сказали вот с четвертого класса, на самом деле это ведь еще и довольно-таки серьезная психологическая... Абсолютно точно. Стресс такой легкий психологический. Соглашусь. Потому что это же как экзамен. В какой-то степени, да. Может быть не так страшно, хотя на самом деле это мобилизация всех сил. И как мне кажется, чем больше на протяжении обучения ребенка будет таких разных моментов проверки его компетенции и знаний в разных ситуациях, ну, уроки контрольная работа, ВПР в конце года, участие в Олимпиаде, участие в смотре, строе, выправке и так далее, возьмем шире, все что угодно, тем мы лучше формируем его готовность к жизни, которая сейчас на самом деле в ситуации неопределенности. Как закаляются стаи. Мы с вами выросли, да, вот на этой фразе. Хорошо, возможно, вернее, соглашусь, конечно, вы правы. Знаете, на что тоже хочется обратить внимание, в принципе, и педагоги тоже на это обращают внимание, многие, есть дети, которые, казалось бы, в классе себя сильно не проявляют. И учитель, особенно молодой, думает, ну, среднячок есть такой, Вася Пупкин у меня. А потом вдруг раз, и этот Вася Пупкин, участвуя в Олимпиаде, в предметной, показывает результат, который от него не ожидали. Я почему об этом говорю? Потому что я четко знаю, что такие есть. Абсолютно точно. Когда мы вот этим ситом-то проходим, мы вот этих ребятишек сразу же... Есть возможность этим ребятам, абсолютно точно. Так сложилось, что вот анализируя результаты Олимпиад, побед, мы приходим к выводу, что, конечно, среди этих ребят есть те, кто учится на отлично по всем предметам. Но они не составляют подавляющее большинство. Все-таки Олимпиада, особенно Всероссийская Олимпиада, она же предметная у нас. Это совсем немножко иная история. Можно совершенно плохо учиться по математике, по физике, я не знаю, по химии, но обожать историю, географию. И блистать в этих предметах. И такие ребята ежегодно у нас есть. И нам очень нравится, что складывается еще, знаете, некое сообщество таких ребят, которые на сборах, на соревнованиях. Вот мы в зимние каникулы проводили сборы отдельные по округам для того, чтобы подготовить их к региональному этапу, чтобы лучшие учителя и педагоги вузов с ними позанимались. И у них такое сообщество, знаете, очень увлеченных этим предметом, этим направлением детей. И они общаются не только в рамках самой Олимпиады и подготовки, но и достаточно шире. То есть возникают некие такие сообщества, которые, я думаю, в дальнейшем могут стать основой каких-то команд, в том числе и в работе научно-образовательного центра, высших учебных заведений и так далее. Вы про вузы начали говорить, и я вот тут же подумал про профориентацию. Вот, в общем-то, поэтому вузы, наверное, держат руку на пульсе вот именно вот таких Олимпиад, и эти в том числе, потому что они уже начинают присматриваться к будущим абитурентам. Абсолютно точно. И мы за это очень благодарны и вузам, и совету ректоров. И знаете, есть такая определенная конкуренция между ними, они хотят определенные предметы, чтобы проходили на их базе. Потому что у нас все предметы проходят на базе высших учебных заведений. Вы абсолютно правы, они используют эту площадку и как некую профориентационную историю, потому что и мероприятия проводятся, и ректоры-про-ректоры встречаются с ребятами, ну и вообще нахождение в вузе. Я даже знаю, о чем они думают, потому что общался с некоторыми ректорами вузов, они боятся, чтобы вот эти вот красавчики, мальчишки и девчонки не рванули куда-нибудь в Москву. Совершенно верно, да. Со всеми своими знаниями, поэтому они стараются, вот погляди, как у нас здесь хорошо. Да, и поэтому, Георгиевна, все вузы... Кстати, регион заинтересован в том, чтобы вот эти ребята остались у нас. Оставались здесь, абсолютно точно. И именно поэтому вузы готовы сейчас выстраивать некие индивидуальные траектории обучения для таких ребят, потому что это тоже очень важно, подхватить их и вести по определенной программе, которая будет чем-то отличаться от того, что дается в массовой программе студентов. Если параллель проводить с ЕГЭ, вот эти вот постоянные споры по поводу доступности или недоступности вопросов, здесь тоже же некая выстраивается такая параллель, да? Вы знаете, мы были первым регионом, который понял для себя, что если есть процедурно придуманная с точки зрения технологии проведения ЕГЭ, почему ее не перенести на Олимпиады, не защитив таким образом материалы? Потому что ведь это очень важно, чтобы материалы не были раскрыты до момента проведения Олимпиады, чтобы все оказались в ранных условиях. Поэтому в день Олимпиады мы получаем эти материалы в 7 утра по защищенным каналам связи из Москвы, и в нашем региональном центре обработки, там, где мы занимаемся ЕГЭ, под видеокамерами мы распечатываем эти материалы, запечатываем спецпакеты и привозим в аудитории, демонстрируя в каждой аудитории целостность пакетов, скрывая эти материалы только при ребятах. Вообще из процедуры ЕГЭ какие-то вещи в Олимпиаду мы забрали, и вы знаете, мне кажется, это тоже очень правильно, потому что должна быть честность и правда с самого маленького возраста. Мы не разрешаем на Олимпиаде пользоваться телефонами, смарт-часами, иными средствами связи. К сожалению, к моему глубокому, у нас в прошлом году были удаленные с Олимпиады за использование телефона. Вот чего я никогда не понимал, это же не ЕГЭ, ты сам вызвался участвовать. Да, и это абсолютно не ЕГЭ. Играй честно, это как спорт, я считаю. Вот, кстати, аналогия со спортом тоже очень такая правильная. Ну, давайте без допинга. Считайте шпаргалку допингом. Да, 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 у нас языка сорвали. Давайте сделаем это честно. Но таких ребят становится меньше. Если пять лет назад мы удалили порядка 16 человек, то в прошлом году было всего 8. Хотя, на мой взгляд, тоже это много, потому что мне жаль. А вдруг среди них был кто-то, кто мог стать первым. Просто слабину проявил и мог бы совершенно... Согласен, подсказывает мало времени. И тем не менее, я хочу еще раз акцентировать внимание на том, что победители вот этих региональных этапов, они имеют возможность спасти в реестр одаренных детей и области. Совершенно верно. А это преференции совершенно не были. Во многих программах участвовать, это абсолютно точно. Да. Ну, и понятно, то, с чего я начал в самом начале. Я сказал, что они имеют шанс поступить в ВУЗ, который выберут. Они имеют шанс выйти на всероссийский этап, стать призером или победителем, и тогда 100 баллов по соответствующему предмету 4 года будут действовать. Только чтобы те ВУЗы, которые они выберут, находились все-таки на территории... Абсолютно точно. ...самарского региона. Очень бы хотелось. Вот смотрите, ради интереса. Мы говорим, около 4 тысячи ребят участвуют, задействуют, ну все. Разрешили в этом году и четырехклашкам. Сколько у нас вот этих вот малышей в себе мужества нашли, чтобы бросить вызов? Ну, четвероклассники, начальная школа очень активная, они почти участвовали все. Вы знаете, ведь отдельные школы делают как? Участвуешь в Олимпиаде, положительную оценку в журнал поставлю или тебя где-то отмечу. Мы в этом году зафиксировали, что порядка 60% четвероклассников приняли участие. И это очень хорошо. Чуть побольше пятые и шестые классы, но это нормальная ситуация. Начнем с этого, будем двигаться к тому, что будут участвовать все. Самое главное, чтобы поддерживали не только классный руководитель, но еще и родители. Абсолютно точно. Потому что это важно, особенно для ребенка такая поддержка. Не бойтесь, товарищи, родители, это как раз очень хорошо. В разных видах ребенка своего попробовать. Что нам еще осталось? Иностранные у нас позади. У нас осталось еще очень много. И ОБЖ, и физика, и химия, они проходят в два этапа. Там есть практическая часть, есть ОБЖ, есть физическая культура, мировая художественная культура, литература, право, экология отдельно с защитой проекта. То есть это достаточно такие серьезные, большие предметы. Ну, а заканчивать, как я и сказала, мы будем 22 февраля экзотическими языками. Это китайский, итальянский, испанский язык. Держим руки за всех наших ребят. И, конечно, хочется, чтобы на федеральный этап... Поехало как можно больше ребят. Ребята из Самарской области. А вообще талантливых детей у нас на самом деле много. Мы каждый год с вами в этом убеждаемся. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.